МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшие выходные и пятницу на территории Мордовии произошло 8 пожаров, в которых погибли 2 человека. Первый случай зарегистрирован 1 сентября в Отяшевском районе в селе Большие Монадыши около половины 12 ночи. Горел двухквартирный дом. В одной половине которого проживал безработный мужчина 1961 года рождения, во второй половине проживала семья. Площадь пожара составила порядка 160 квадратных метров. Причину выясняют сотрудники МЧС. Вторая трагедия произошла в Темниковском районе ранним утром 3 сентября. Жертвой стал 44-летний хозяин дома. Мужчина вёл социальный образ жизни, нигде не работал, проживал один. Что дом горит, первой увидела родная сестра погибшего, которая отправилась на утреннюю дойку на ферму. Помочь своему брату у неё не было возможности. На вызов выехали три пожарных расчёта. К моменту прибытия мужчина уже был мёртв. Скорее всего, мужчина был пьян и решил сделать пару-тройку затяжек, а затем заснул. Этот роковой шаг и привёл к печальным последствиям. В 15.21 на телефон службы спасения городского округа Саранск поступило сообщение о загорании на Мордовском подворье. По прибытию к месту вызова двух основных автомобилей было обнаружено, что горит кровля одного из домиков, в котором находился музей кузницы. Предположительную причину пожара установить пока невозможно. И этим сейчас занимаются дознаватели. Но директора и менеджер ресторана винят во всём плановое отключение электроэнергии. Вот после того, как это электричество включилось, случилось вот такое разобрать. Потому что подали высокое напряжение, и 38, замерз 220. И получилось замыкание. Проводки были все исправны. Есть замерз сопротивление, изоляция эти документации, ежегодно проверяется. Проводка новая была. Всё технически было нормально. Дома здесь расположены очень близко, и угроза распространения огня была велика. Но усилиями пожарных расчётов удалось не допустить его распространения. Анастасия Семушева, Валерий Балаев и Владимир Ильин. Программа «Происшествие». Краснослободским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по республике Мордовия 29 августа 2017 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшие по неосторожности смерть человека. Из материалов уголовного дела следует, что 29 августа 2017 года в дообеденное время работник ООО «Актив Электро» 1989 года рождения, находясь в помещении монтажного участка предприятия, расположенного в городе Краснослободске, при подключении с целью проверки произведенного им изделия панели водно-распределительного устройства к электричеству, дотронулся до находящихся под напряжением оголенных кранцов проводов, идущих от электрощита, в результате чего был поражен электрическим током. От полученной электротравмы работник скончался на месте. Как было установлено в ходе проверки доследственной, работник какого-либо допуска на осуществление данного вида работ не имел, инструктажей по технике безопасности охране труда не проходил. Владислав Катрунцев, заместитель руководителя Краснослободского межрайонного следственного отдела. Межмуниципальный отдел МВД России «Ордатовский» разыскивает психически нездорового Казакова Александра Николаевича, 1967 года рождения, который 21 августа 2017 года около 20 часов 30 минут самовольно покинул «Ордатовский» психоневрологический дом-интернат. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы Казакова. Рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные и короткие. На макушке имеется залысина. Особые приметы. На средних пальцах правой кисти отсутствует часть и фаланг. На левой кисти отсутствует большой палец. Был одет. Трико серого цвета, теплые кофты серого цвета с черным узором и замком молния. На ногах шлепанцы. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Казакова, просьба сообщить по телефону в «Ордатове» 3-24-89 или 102. Межмуниципальный отдел МВД России «Кавелкинский» устанавливает местонахождение Кечина Николая Семеновича, 1973 года рождения, который с апреля 2017 года утратил связь с родственниками. Приметы Кечина. На вид 45-50 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые и короткие. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Кечина, просьба сообщить по телефону в «Кавелкино» 2-17-44 или 102. Как не стать жертвой мошенника? Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию СМС. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. 105 и 6 ФМ 105 и 6 ФМ Милицейская волна Пожарная охрана, город Старо. Что случилось? Пожарная охрана, город Старо.